Портрет Здравствуйте, друзья! Мы сегодня будем писать портрет. Мне заказали портрет, и заказчик, заказчица согласилась, чтобы я ее сына написал как видеоурок, то есть то, как создавался портрет. И им хорошо, и мне хорошо, и вам хорошо. Вы видите, что портрет брошен на холст с помощью проектора. Сейчас нам камера покажет этот проектор. Очень простой. То есть это то, что используется для просмотра фильмов, и вы, соответственно, можете себе такой купить. Он стоит, по-моему, 100 долларов. 6 тысяч, кто как считает. И вы видите брошенное изображение. Технически, вроде бы, это не сложная задача. Но и дочери мне помогают, и вот сейчас это произошло легко. Итак, чтобы набрать, что мы сделаем? Мы сделаем точные обозначения основных вех реперных точек этого портрета. Мы увидели его композиционно. То есть мы все видим. Я теперь беру черный с красным или с розовым. вот на палитре небольшой замес. Сухонько, без разжижения взял. Лишнюю краску с кисти снял. И делаю, обозначиваю вот эти условные реперные точки. Уже минимум основные вехи портрета будут на своих местах. И не придется в процессе в процессе письма передвигать что-либо. все будет уже на местах. Бояться этой технологии не стоит, что вы разучитесь рисовать, если будете рисовать так. Все западные художники этим пользуются. Русские пользуются, но прячут друг от друга свои технические способы решения задачи. То есть скрывают, что они пишут в том числе с помощью проектора. Ну а на мой взгляд... А, ну во-первых, все художники во все времена изобретали подобные техники и технологии. потому что это старинная мечта художников. Ну а поскольку это уже изобретено, то нечего кочевряжиться и не пользоваться таким замечательным способом. рисовать вы от этого не разучитесь, просто потому, что каждая... вернее, что вы потом это все равно писать будете. Это все будет все равно двигаться в процессе наполнения краской и прочее. Поэтому вы просто облегчите и ускорите процесс написания. А глаз будет тренироваться уже в процессе написания. Но вы зато можете практически гарантировать заказчику точное изображение. Ну вот я его забросил. Естественно, архитектуру за мальчишечкой я уже не буду рисовать. Вот будет только его силуэт. Ну а теперь... А, ну сейчас даже буквы нарисую. Это же очень современные. Пусть будет. Перечелкнутая полоса. Пусть будет. Все у меня. Все есть. Осталось только это писать. Итак, палитра. На палитре у меня будет... Вот у меня осталось от предыдущего письма палитра. Здесь никакой серый цвет. Добавлю чуть-чуть чёрного, чуть-чуть розового. Портрет будет немногоцветный. Ненарядный по цвету. сдержанный. Для того, чтобы... Вот такой сметанный замес сделаю. Для того, чтобы вы научились не путаться. Ну и вообще, в этом будет эффект такой классики. Фону я, наверное, подброшу краску. Сначала кистью, чтобы долго не морочиться с ней. я специально как бы сейчас создаю эффект пространства. То есть, организованности пространства. для того, чтобы было... Была движуха пространства. Теперь беру тряпку. Вот такую фигушку тряпки. На неё набираю вещество. Камера пусть покажет. Набираю вещество. И начинаю как бы тонировать. Закрашивать как бы. У меня не очень жидкая краска. Этой краске сейчас консистенция а-ля сметана. Поэтому она вполне себе оставляет вполне оставляет рисунок заметным. И укладываю все практически не оставляя взрывов света. Чтобы взрыв света был только на на лице. Дополню еще вещества. Еще белил. Еще черного. Еще розового. Немножко охры. То есть такой серенький цвет. Серенько-фиолетовый. Теренький. Теренький. зеленый. Теперь я беру кисть вот такого размера. Беру коричневый, беру розовый и беру синий. Вместе они дадут темность волос, то есть волосы у него как бы светлые, коричневят, но чтобы они не выглядят на природе, они приобрели еще и оттенки неба. Поэтому чуть-чуть синий и розовый дали эти небольшие оттенки. А здесь светлость на волосах, которая в том числе и разбелена, коричневит и слегка розовит. И вот у меня появляются чуть светлее волосы на свету, чуть темнее волосы в тени. А это уже определенная игра взаимодействия. То есть если бы кто-то из них попадал бы в фон, было бы не так читабельно, не так выразительно. Есть цвет тела на свету и есть он же в тени. А есть среднее состояние того и другого. Я сейчас пойду от среднего состояния. От того, что я краску наложил вот этим штрихованием сухо, она уже восприимчива к следующему слою краски. И мне довольно легко набрать условно теневые. Ну, вообще цвет тела набрать легче, потому что есть за что зацепиться этому плотному слою. Теперь то же самое, но разбеленно и в пользу желтого, в пользу охры, то есть охра желтит, наберем световую часть. Вот таким штрихованием, лежачей к холсту кистью. Опять же, чуть-чуть оставляя рисунок, его реперные точки. Это розовый и охра в пользу охры. Теневая в пользу красноты, собственный цвет тела несколько краснит. А свет желтит. Поэтому создаю эту разницу. Рисунок, вы видите, по-прежнему различим. Различим. Немножко свет на ухе. Теперь возьму меньшую кисть. И уточнительные места в теневых. Тоже чуть-чуть с розовиной. Оставляю только линии глаз. Теневая под носом. Он выгодно освещен. Это лицо выгодно освещено. Классично освещено. Поэтому тут ничего не надо улучшать. Только брать и писать. Цвет губ лучше всегда набрать приятного цвета. А потом уже разрабатывать уточнения цветовые. Потому что если вы уже сделали рисунок губ и очень точно сделали, а губы неприятного цвета, это обиднее всего. Краплак розовый прочный, плюс краснота и у нас будет приятный цвет губ. И вот пока такое облако губ с нарочитой темной линией разделения губ. То есть щель между губами нарочита темна. Сейчас я приближу себе розовый с коричневым. И у нас хороший будет цвет для ноздрей. Ноздри любят красноту, поскольку это будет выражать идею кровеносности их. Что они снабжены кровью. А если бы серые положить краски, то они будут мертвецкие. А нам мертвецкие не нужны. Этот же коричневый с красным пригодится нам сейчас до поры. Мы не будем делать точный цвет, нам нужен темный цвет. А темный нам нужен именно с красненькой, чтобы показать и здесь тоже, чтобы показать идею цвета тела, которая наполнена кровью, снабжена кровью. Тень под ресницами краснит, поскольку собственный цвет тела краснит. Соответственно и здесь под волосами краснит линия касания волос. Вот здесь вот тень и теневая чуть пусть краснит. Вот здесь несколько волосинок вышли и они тоже создали легкую красненькую тень. Ухо с небольшим этим зигзагом. Теневая подбородка. Тень под ухом. Не сильная, но тоже есть. Немного красненьки теневой носу. Нос пигментен, то есть часто он чуть краснее, чем соседние пятна. Поэтому легкую красненькую здесь стоит задать. Сейчас, так же есть белоеölское теле и так тысячи лег Kathy Андреевyst в к desередине. Значит, вам будет anar жимой особенный ребенок. Продолжение следует...